Добрый день, уважаемые любители шахматы. И снова о читерах. Может кого-то я уже задолбал этой темой. Ну, смотрите, читеры уже объединяются. Вот в комментариях пришел Александр Бутюхин. Последнему видео написал, бред полный, две партии сомнительные, остальные нормальные. Это когда у игрока 99% точность. Просто соперники играли как булки, поэтому не банят. Спасибо, удачи. Даже отдача каталонского слона. И кто же так сыграл, и со мной так в живых шахматах играли. Кто-то лайкает его, может он сам себя лайкает, я не знаю. И я ему пишу. Ссылка на аккаунт. И пишу, Александр, как объясните ваш бан. Пока Александр не объяснил свой бан. Ну, в принципе, так что я сразу же предлагаю читерам создать собственный профсоюз. И так они только защищают друг друга в комментариях. Пусть они, я не знаю, что вместе сделают. Пусть придумают. Теперь следующее. Мы видим также титульный вторник. Я уже рассказал про замечательную игру международного мастера Вячеслава Михайлова. Ну, в комментариях в фейсбуке гроссмейстер Хасангатин сказал, что есть очень интересный игрок, мы видим, который занял 22 место. Губайдулин с высокой точностью. Губайдулин Алексей, как видим. Это уже не очень молодой человек, 78-го года рождения, мастер-фида. Ну, и проценты, конечно, меня впечатлили. Начинаю с третьего тура. 98, 98, 98, 98, 98, 98, и партия проиграна. Сейчас увидим. Почему? 98, 99, 97, и последний тур 98. Ну, 97, 9. 98, 99 процентов. Ну, давайте посмотрим. Уберем первый тур, начнем со второго. И отметим, что опять гроссмейстер Аксель Бахман. Такое ощущение, что когда он играет, у него аура защиты от читеров. Потому что видим, что ему удалось выиграть, и попалось во втором туре. Также вспомним, что он с Синдаровым играл, после чего Синдарова запанил. Ну, насчет этого бана у меня опять большие вопросы. Но все равно, забавно, что это происходит с этим и тем же шахматистом. Так, ну, давайте посмотрим эти замечательные партии. Начнем с партии против. Она проиграна. И смотрите, как здесь белые играют. Тут, наверное, мы увидим истинную силу игры белых. Мастер Фида завершает ошибки. И видим тоже, что расход времени, он достаточно адекватный. Видим, что следует ход Б4. Хотя этот ход вообще не попадает ни в какие линии. Черные вскрывают игру. А5. Дальше меняются. И водя А4. Ну, это нормальный человеческий ход. Использовать портное поле до борьбы за открытую линию. Видим, что черные играют недостаточно точно. Тут К4 был намного сильнее. Ну, сейчас К4 следует. И Грассмейстер увидел тактику. Причем, обратите внимание, что Грассмейстер думал 8 секунд, чтобы увидеть эту тактику. И затем пешка теряется на Ф4. Ну, и белые земнули коня еще. Мы задумались на 27 секунд. Видим, что 27 секунд не хватило для того, чтобы понять, что этот ход под бой. Ну, и, конечно, черные выигрывают. Вот так вот играет наш гений средних лет, когда нормальные партии. Теперь давайте посмотрим, начиная с третьего тура, начался бестмод. Как обычно, мы видим, что прошло 6 ходов. Защита каракан, кстати, вариант достаточно редкий. Тут 10 секунд отходом Д4, Ц5. Ну, начиная с первых ходов дебютных, какая-то задумчивость, и все, первая линия. Ну, тут ход Х5 следует. Достаточно странно. Можно подумать, что это был мисклик, потому что первая линия Ж5. Ну, да ладно. Ц4. Ошибка. Мы видим, Х4. Ну, в общем, дальше конь идет на Ф5. Это все первая линия. Е6 тоже. Ну, понятно, что здесь у черных хорошо, но чтобы настолько было хорошо, это удивительно, если честно, для меня. И черные, конечно, играют в Ц7. Большинство людей здесь сделало бы длинную рокировку, наверное, так оно и последовало. Ну, правда, это первая линия. Итак, Б4, Ф6. Мы подрываем структуру сразу же. Это очень четкий ход. Б5. Конь А5. Тоже мы не боимся сдвоения пешек. Ну, и здесь король Б8. Такая профилактика. И черные играют Х3. Очень четко. Давайте тоже отметим. Замечательный переход с игры с одного фланга на другой. Войдя до Ж8. И следует Ж5. Ударили. Очень четкий промежуточный ход. Видим, что наш герой начал видеть тактику очень четко. Неожиданно после предыдущего тура, где он подставлял фигуры. Ф на Ж. Дальше следует Ж2. И, конечно же, слон Ф3, слон Ф3, Ферзь, Х2. Мы забираем пешечку. И тут следует конь Ж3, король Ф2. И очень сильное перекрытие конь на Ф1. И белые пытаются как-то начать сдвигать. Вернее, может быть, какой-то споттанный бат поставят. Но нет. Войдя Ж8. Четкая первая линия. Хотя есть очень много ходов. Таких, как Ферзь Ж1, король Ж1, Х2. Эта комбинация будет на следующем ходу проведена. Но это точнее, потому что Вадя защищает пешку Ж2. И мы ставим Ферзя. Ну и дальше добивание. Тут уже ужасный цвет нот. И я так понимаю, что приходится играть вручную. Ну и в таком ручном режиме, конечно же, партия достаточно легко выигрывается. Потому что слишком плохая позиция у белых. Следующий тур. Мы видим гроссмейстер Александр Доченко. Очень перспективный немецкий шахматист. Возможно, он за сборную скоро будет играть. И давайте посмотрим, как наш герой в разбедой славянке его выносит. Это техника уровня в С-Лесу. Лучших техников мира. Давайте посмотрим ее. Ну, Донченко пока все делает правильно. Ну и вот тут давайте рассмотрим. Что делает черное? Гравит Б5. Конь А2. Конь А5. Ну, вот до этого момента это все человеческая игра. Ну, смотрите, что следует. Слон Е8. Мы не хотим отдавать этого слона. Это очень логично. Дальше мы играем Ферзь Б6. Дальше играем А5. Прогоняем коня. Тут переходим на другой фланг. Уже 6. Этого хода, если честно, я не понял. Слон Ж5. Может быть, опять-таки пытался сделать сход А6. Но мисклик произошел. Ферзь Д8. А4. Конь Е5. Взяли. Конь Д7. Видим, что эта операция, в принципе, достаточно опасная. Почему? Потому что пешка подвисает. На Б5. Ну, Конь Е5. То есть, вариант просчитан. Причем очень быстро мы видим. Что начиная с хода Конь Е5. Там 2 секунды. В той партии он думал 20 секунд и поставил коня. А тут очень четкое видение доски. Ну, что ж. Просто, возможно, после второй партии наш шахматист начал очень быстро прогрессировать. И белые играют в Ферзь Д1. Зевнули пешку. Это постоянно случается, как я уже сказал, с шахматистами любого уровня. Зевки в близ всегда происходят. Но только не в партиях этих сильнейших ребят. И так, видим, что войдя С8 тоже очень точный ход. На малой глубине мы видим, что это сразу же первая линия. И войдя Д8 тоже. Ну, кто бы так сыграл? Большинство шахматистов что-то бы, типа, войдя С2 сыграли бы, в атаку пошли бы. Ну, нет. Мы заманиваем коня. Потом Король Ж7 тоже. Зачем этот ход? Сложно сказать. И затем Ж5. Мы видим. Ну, невероятная техника. Я думаю, что в СЛСО не стоит приглашать в супертурниры. Нужно приглашать нашего героя. Потому что тут все ясно. Ну, смотрите. Просто лучшая техника, которую я видел. Войдя С1. С идеей сыграть войдя А1. На пешку и войдя А2. Как вам такой маневр? Ну, по-моему, замечательно. Выигрывается пешка. На Ж4. Ну, большинство людей здесь что сделали бы? Начали волноваться. Проходная пешка у соперника. Ну, не наш герой. Он играет на мат. Коня ставит на А2. Откуда кони уже никогда не выйдет. И, смотрите, какой красивый форсированный мат следует. Ну, по-моему, браво. Увидеть это на секундах, в цитноте. Без всякого волнения. Ладно, смотрим следующую партию. Ну, Винсент Кеймер. А кто это такой? Какой-то юниор. Самый молодой в Европе. Гроссмейстер, по-моему. Какая разница. Мы будем играть с ним очень четко. Говорят, что это... Ну, очень перспективный шахматист. Да нет. Ну, смотрите, как в лондонской системе надо разносить соперников. Кто бы сделал здесь ход 2-0? 99% людей побили бы на Д6. Ну, наш гений кое-что знает, видимо. И владяй Е1 тоже. Кто бы этот ход сделал? Многие как-то начали бы перестраивать фигуры. Ну, владяй Е1. Зачем? Сложно сказать. После размена мы бьем пешкой. Это очевидно. И затем слон бьет H7 летит. Кстати, видим, что этот ход не попадает. Но надо покреативить иногда. И конь G5. Видим, что единственная защита король H6. После чего получается ничья какая-то. Ну, кто сделает ход король H6? Расскажите мне. Следует ферзь H5. Конь D4. Шах. Шах. Взяли. И все было рассчитано на то, что в конце конь потеряется. Ну, что ж. Очередное замечательное видение доски. Что уж сказать. Может, я тоже после 40 лет так начну прогрессировать в шахматах. И начну так хорошо видеть доску. Ну, и мы видим добивание. F5 очень четко. И F1. Водя бьет G2. Мы ничего не боимся. Король F1. Это все призраки какие-то. И мы проводим пешку в ферзи. Ну, и тут мат в один ход не следует. Но позиция настолько хороша, что можно выигрывать как угодно. Ну, что ж. Браво. В таком стиле разнести молодого таланта. Теперь рассмотрим очень забавную партию. Здесь у черных в конце, видимо, затряслись руки. И из-за этого партия не была выиграна. Обратите внимание. Четвертый ход черные думают 8 секунд над ходом слон G4. Ну, наверное, интернет лагал. И над ходом слон E6 думают 12 секунд. Это очень сложное решение. После этого слон бьет D5 тоже. Ну, вообще, это дебют. Это известный вариант. И тут E5 тоже. В общем, удивительно. Столько времени думается над дебютом. И потом включается пистмод. Вот каждый ход является первой линией. Конь А6. Дальше следует конь C7. Сложно сказать, почему коня именно на C7 надо ставить в этой структуре. Наверное, он на D4 идет. Долгосрочная перспектива. Теперь опять защитились от B4. Конь E6. И перс D7. Чтобы давить, наверное, на пешку. D2. Слон уходит на A7. Слон D2. Видим, что у черных уже перевес. И из ниоткуда конь G5 приходит. Ферс F5. Переводим фигуры на атаку на короля. F4 последовала. И это ошибка. Ну, большинство людей бы так сыграло. Защитились бы от коней F3. Зайдут EF. GF. И конь возвращается обратно на E6. Видим, что четкая первая линия. Всякие другие хода не ведут к перевесу. Конь G4. Конь идет в атаку. Ладят D8. Ферс H5. Дальше. B5. Ну, неожиданно. Вы можете сказать, что там начали бы считать какие-то хода кандидаты типа Ферс H4. Ну, наш шахматист очень высокого уровня. И он видит всю доску. Переходит на другой фланг. И продолжает игру на другом фланге. И после этого конь C5. Игра на том фланге продолжается. Белые поменялись. И следует F5. Ну, замечательное видение доски. Оказывается, что пешка на D3 подвисает. Мы ее забираем. И наша атака продолжается. Ладя F6. С идеей подвести ладью. Мы видим, что это вторая линия. Если бы последовал ход KH8 с нашим товарищем, все было бы ясно. Ну, Ладя F6. И дальше следует ход B6. Ну, это очень четко. Наверное, надо защититься от Fc7. Хорошее профилактическое мышление. Ладя пришла на A6. И после этого Ладя G6. Вроде бы пешка пожертвована. Непонятно пока за что. Оказывается, что позиция белых разваливается. Следует конь C1, Fc1 и Fc2. Вот ради чего черные играли. Ферзь вторгается. Следует дальше ход по первой линии. KH7. Вы спросите, ну, а почему не Ладя D2? Тут я смогу ответить. Потому что Fc8 и после слона D8 какие-то шахи следуют. Хотя не совсем понятно. Ну, KH7. За 2 секунды находится этот замечательный профилактический ход. Дальше следует Ладя D2. Забирали на E3. И что тут произошло? Тут у белых остается... Нет, у черных остается 1 секунда. Руки трясутся. И мы игра после того, как так замечательно партию провели. Бьем. Ну, и руки настолько затрясли, что мы даже не успеваем ход в эти А2 делать. Ну, наверное, интернет залагал или что-то. В общем, с такими ребятами, как я уже сказал, надо 40-50 ходов прожить. Если это случится каким-то чудом, то у вас есть шанс. Даже если добавляется время. Следующий тур. Ну, надо в призы попадать. Это значит, во всех оставшихся партиях надо выигрывать 8 очков. По-моему, это все равно призы. Но я не уверен, кстати, насчет этого. В общем, в очередной раз разыграна лондонская система. Конечно, никто на E5 не ударит. Эту ловушку все знают. Конь идет на E4. Ну, то есть, это армянский способ разыгрывания против лондонской системы. Вы можете посмотреть. Ну, это Харатинян-Тигран. Там у армян свои дебюты. И кроссмейстер Аветик как раз так рекомендует играть за черных. Ну, давайте посмотрим. Как очень четко противодействовать этой идее. И, конечно, ведем пешку А вперед. И коня ставим на А3, чтобы поставить коня на B5. Ну, тут резко планы меняются. Ладья Е1. Зачем этот ход сделать, сложно сказать. Ну, дальше мы возвращаемся к нашему первоначальному плану. Играем конь D2, чтобы прагматить коня соперника. Такая G4. Черные все делают очень четко пока. И ладья возвращается на F1. Как видим. Очень забавно. Первая линия. Ладья пошла на Е1. Вернулась на F1. Дальше белые играют Е4. Очень четко. То есть, они уловили то, что размен пешек ведет в их пользу. Ну, многие бы не отдали бы центральную пешку. Король более вскрытый по вертикали же. Ну, нет. Это мы не боимся. И мы играем F3. Черные играют. Слон F6. Продолжая думать, что они сейчас поставят мат. Нет. Хотя Е1. И оказывается, что по конкретной причине, а именно после ДНЕ, слон завис. Ай-яй-яй. Не повезло. Черным, видимо, наверное, у белых очень хорошее видение доски. Также отметил ход конь C7. Хладнокровность. Он бьет H2. Не страшно. И то, что у нас конь висит, тоже не страшно. Мы заберем еще одну пешку. Очень четкая и качественная реализация. Защитились. Водя Е8. Разменялись. Ну, что ж. По-моему, браво. Партия заслуживает самых больших аплодисментов. Я даже, наверное, так сделаю. В таком стиле разгромить герсмейстера в ондонской системе. Так. Теперь рассмотрим партию. Ну, этого шахматиста я не знаю. Это какой-то международный мастер. Мастер из Грузии. Обратите внимание только на то, что черные над ходом G6 думают. 7 секунд над четвертым. Тут же 7. 8 секунд. И над ходом коня H6. Все это теория. 12 секунд. C4. Ферзь D6. Ну, это все теория, которую нормальные шахматисты. Выблицовывают. С4, конечно, это не лучший ход. Международный мастер оказался не готов к такой системе против Алапина. Размен. Седует D5. Ферзь B6. Вы видим, что это очень четко. Дальше конь идет. Слон C1. Дальше слон ударил на B2. Слон возвращается. В общем, забрали пешку. У черных решающий переезд. Конь B4. Ну, наш международный мастер, играющий в белом. Явно не ожидал такого напора. Приходится жертвовать качество. Ну, ладно. Остальное вообще неинтересно. Это доигрывание партии. Потому что черные слишком хорошо. Ну, что ж. Так что вы говорите, что C3 это все. Белые начинают сушить. Нет. Применяйте эту систему. Ставьте коня на А6. И вы будете гарантированно выигрывать у ваших соперников уровня мастера. Очень много партий. Так. Ну, и теперь самое интересное. Последние два тура. Это Матюш Бартел. Сильный гроссмейстер из Польши. Последний тур это Максим Чигаев. Тоже очень сильный блецор. Участник предыдущего Кубка Мира. Ну, Бартел вообще. Он выигрывал когда-то. РФОТ Оупен. Так что очень сильный шахматист. Ирк. Давайте посмотрим, как против очень сильных шахматистов наш герой играет. Ну, это известная идея. И Бартел здесь не знал наверняка, что конь Ф4. Согласно последних движков, это лучшее решение. Их5 следует. Ж4 видим, что белое захватывает центр. Конь С3. Такое вот спокойное развитие. ДЕ. Конь ДЕ4. Конь Ф5. Оказывается, ну, это хороший ход. После Д5 черным очень сложно закончить развитие. Этот ход первой линии очень быстро следует. Мы, конечно, на Ж3 забираем пешка. И зачем убирать короля с центра. Вернее, коня с центра. Ну, это первая линия, как вы поняли. Ферзь Д4. Очень быстро и четко заканчиваем развитие. Ну, по-моему, браво. Учитывая то, что, наверное, ход конь Ж7. Это теория. Закончилась на этом моменте. Белые просто по первой линии шпарят. Всю эту часть партии. Так. Ну, черные пытаются что-то делать. Потому что на Б5 что-то хотело прыгнуть. Ну, они взяли и перекрыли коня. Приходится играть. Ферзь Д8, конечно. Позиция по СД6. Е6. Вадя Ф1 рассыпается. Ну, большинство из вас, наверное, бы сыграло ДЦ. Ферзь С7, потом конь Д6. Но наш герой играет очень точно. Он играет вадя Ф1, чтобы подготовить эту же идею. И тут уже эта идея следует. В общем, позиция развалилась. Ну, браво. Выигрывать у победителя Аэрофлот Оупен. Правда, нескольких лет назад. Ну, и давайте Максим Чигаев. Что не так с Максимом в этой партии? Тоже видим, что нашему герою везет. Он постоянно играет белыми. Постоянно ставит лондонскую систему. Вот раз черные пробовали Ферзь Б6. Отметим ход Конь БД2. Первая линия. Большинство из вас сыграло бы, наверное, Ферзь С1 или Ферзь Б3. Но это примитивно. Надо Конь БД2 играть. Потому что если сейчас забрать пешку, то последует Конь С4. И на Ферзь Б5 Конь бьет Д6. И позиция плохая. Ну, и черные это почувствовали. Сыграли слон Е6. Смотрим. Белый теперь защищает пешку. Ферзь С2. Размен. Конечно, подбьется пешкой ЕД. Конь С6. Конь С4. Видим. Тоже очень четкий ход. С идеей перевести Коня на Е3. Но на самом деле это стандартная идея. Конь обычно в этих системах стоит на Е3. Конь Д5. И сейчас я учусь по этим партиям. И играю время от времени в лондонскую систему. Очень редко. Ну, вот ход следующий меня поразил. Он же 3. Мы не боимся размена на Е3. Потому что это укрепит нашу пешечную структуру в центре. Ну, что ж. Браво. Новые идеи в лондонской системе. Например, этого в книге гроссмейстера С2К Большого Эксперта по Лондону я не видел. Конь А5. Белые играют слон Д3. Слон С4. Е4. Тоже меняются. Черные играют ферзь С4. Ферзь Д2. Е5. Это плохой ход. Как видим, надо было возвращать коня в игру. Ходом Конь С6. И давайте посмотрим, что следует. После этого вводя АД. Кстати, ход по второй линии. ДЕ было бы слишком жестко. Б6. И теперь ДЕ уже бьется. Потому что мы чуть улучшили позицию. ДЕ. Слон Е5. Ферзь взял на А2. Это оказывается решающая ошибка. Почему? Потому что удар. И белые четкий ход Конь Е5 делают. Ферзь Е6 делают очень четкий ход Конь Д7. И все. Надо отдавать качество. Белые сразу же предлагают ростмен Ферзей. Очень четко чувствуют этот момент. И ставят вводю на Д7. Тоже очень четко. В Е5 мы, конечно, никакие пешки отдавать не будем. Вводя пошла на С7. Забрали пешку. Забрали пешку. И очень четко нашли момент, чтобы разменять ладе хода Водя Д7. Ну что ж, браво. Я думаю, что этого не очень молодого человека тоже нужно поблагодарить за эту игру. Нажать вот так эту кнопочку. Репорт. Я ссылку оставлю в описании. Нажать кнопочку. Читинг. И на этом, наверное, его карьера на данной игровой зоне временно прекратится. Ну что я еще должен сказать. Тут есть еще один очень интересный игрок. Я уже даже не знаю, стоит ли снимать видео по каждому из этих игроков. Тимур Фахрудинов. И в титульном вторнике мы видим, что он стартовал в прошлом. Насколько хорошо. Давайте посмотрим. То есть он шел 7 из 7. Вот. Этот не очень, ну, скажем, интересный игрок. Только потом он проигрывает Яну Непомнящему, Пингвин Джему, двум известнейшим полицорам. В последнем туре выигрывает и набирает 8 очков. Я вот думаю, записывать видео по поводу этого замечательного выступления или нет. Ну а пока в очередной раз попрощаюсь с вами. И, пожалуйста, вы можете еще скинете ссылку на интересных игроков уровня мастера и выше. Я всегда готов рассмотреть игру этих замечательных шахматистов. Ну а пока спасибо за внимание. До новых встреч.